В СКА образовалась целая череповецкая колония. Пятерка бывших хоккеистов Северстали, Шипачев, Кетов, Чузинов, Александров и Тихонов на этот раз приехали в Череповец не только на матч. Они собрали деньги и приобрели для череповчан с ограниченными физическими возможностями тренажер-параподиум. Я думаю, в принципе, это позитивная акция. И чем могли, в принципе, там, немножко хотя бы помогли людям, которые нуждаются. Тренерский штаб Северстали надеялся на возвращение в строй после паузы в чемпионате травмированных хоккеистов. Вернулись только вратарь Штепанок и защитник Лааксо. Оба и стали главными героями матча. Финский защитник уже на восьмой минуте игры отметил свое возвращение на лед с заброшенной шайбой. Он реализовал первое же удаление в составе гостей. Якуб Штепанок до предовремени отражал все атаки армейцев. Однако за пять минут до конца первого периода экс-капитан Северстали Евгений Кетов подкараулил ошибку череповчан и выдал такой пас на Кучерявенко, что вратарь уже ничем помочь своей команде не мог. 1-1. После этого чешский страшворот Северстали совершил еще несколько чудесных спасений, в том числе после расстрельных бросков Ирия Ковальчука и Вадима Шипачева. Однако справиться с точным выстрелом Игоря Макарова не получилось. В третьем периоде СКА старательно свое минимальное преимущество оберегал и счет устоял. 2-1. Петербургский клуб прерывает серию поражений. Седьмой раз подряд обыграв Северсталь. С хорошим настроением выходил на лед, очень приятно играть дома. Очень много эмоций было, столько зрителей пришло, в принципе, болеть. Ну и команда очень хорошо играет Северсталь дома, в принципе. Сегодня было очень тяжело играть. Но очень рад, что болельщики в конце поприветствовали нас. Пытались проломить оборону СКА, и были эти моменты. Но еще раз говорю, на 12 нападающих, ноль голов, конечно, о какой вам говорить тут, очковой победе может и речь не идти никакой. Северсталь осталась на 11-м месте турнирной таблицы. В пятницу Череповчане будут принимать третью команду Восточной конференции «Магнитогорский металлург» во главе с голкипером Василием Кошечкиным и лучшим бомбардиром лиги Сергеем Мазякиным. Прямую трансляцию матча смотрите на 12-м канале в Череповце и в седьмом канале Вологде.